Добрый день, уважаемые коллеги. Да, мы аналитический центр с одной стороны, с другой стороны центр городской активности, ресурсный центр для ресурсных центров. И большое спасибо организаторам, что мне позволили начать один из самых специализированных блоков нашей деятельности. Это понимание, современное понимание того, каким образом живет организация. У нас с вами будет достаточно интенсивная такая марша, мы пройдем по основной проблематике того, через что проходит организация в своем развитии. Но у нас останется пять минут, и я надеюсь, что строители не дадут мне взорваться, и мы этот карман времени будем иметь для того, чтобы ответить на те вопросы, которые вас интересуют. Пожалуйста, их задавайте. Сейчас я включу нашу с вами презентацию. Сейчас, минуточку, я, как всегда, забыла сделать самое основное, демонстрация экрана. Все хорошо, если я верно понимаю. Замечательно. Окей. Итак, стадии развития организации и то, как понять, какой шаг следующий, это один из ключевых сейчас компетенций любого организатора, любого руководителя. Это очень важная вещь. Она важна еще и вот почему. Потому что у меня нет никаких других вариантов для того, чтобы понять, что делать с организацией, как не осознать, что вы являетесь, как руководитель, ключевым ресурсом этой самой организации. И нужно, с одной стороны, понимать, как развивается организация. Нужно просто повышать свою собственную квалификацию. Потому что этапы жизненного цикла организации – это такое целое управление, целая система управления в самой науке управления. И мы можем использовать управленческие модели. Это не означает, что мы должны постоянно именно их используя, повторять. Но это означает, что это позволяет нам видеть, в какую сторону изменяется организация, что ожидать. Это такой градусник или оптический инструмент, бинокли или кто там любит подзорную трубу и так далее. Я сразу вам говорю, что не стоит ожидать простого. Потому что чистые этапы жизни организации встречаются крайне редко. Более того, современная практика деятельности организации говорит о том, что части одной организации, например, проекты по отношению друг к другу, устойчивая стратегическая зона хозяйствования, так это называется. Например, ваш учебный центр внутри вашей организации может находиться на одной стадии развития, а вся организация на другой. Нужно быть в состоянии действовать. Быть в состоянии действовать – это означает понимать, как конкретно можно провести то или иное управленческое воздействие. При этом можно иметь любимые инструменты, доступные, нужные именно сейчас. Я хотела бы сказать, что меня всегда чрезвычайно занимает вопрос, который говорит, вопрос того, как можно принимать или применять простые решения в сложной ситуации. Вот я являюсь лидером кейс-чемпионата, разумеется, это кейс-чемпионат по решению управленческих кейсов по управлению НКО. И раз за разом команды нам говорят, там нужно устроить, например, делегирование. Конкретный вопрос, который задает член жюри, я думаю, что Лена Малицкая, которая будет за мной выступать, подтвердит это затем. А почему мы до этого-то не применяли делегирование? Потому что делегирование – это не название, а конкретные шаги, которые нужно предпринимать, причем шаги полного цикла. Соответственно, нужно быть в состоянии действовать, и это самое главное, что нужно знать про жизненный цикл организации тоже. На каждом этапе жизненного цикла есть ограниченное количество ресурсов, которые являются критически важными. И поскольку руководитель организации – это с одной стороны узкое горло, а с другой стороны ключевой ресурс, он должен свое время тратить таким образом, чтобы в поле зрения оставались именно те ресурсы, которые важны в настоящий момент для жизненного цикла организации. Я чрезвычайно не люблю, когда у нас случается анабиоз, как будто что-то нас парализовало. Мы долго и активно обсуждаем, какая проблема возникла, почему проблема возникла, но при этом не действуем. Так вот, говорить про жизненный цикл организации нужно иметь в виду, что это для того, чтобы не быть парализованным и не суетиться попусту, а делать ровно те действия, которые нужны. Ну и я вам говорю сразу, что если ваша организация – это не мост поперек реки, прошу прощения, вдоль реки, а если это реально действующая организация, то я вас поздравляю, добро пожаловать в пустыню реального. Счастливая жизнь – это жизнь, изменяющаяся от кризиса к кризису. Другого варианта у нас, к сожалению, нет. Давайте посмотрим на вот эти вот разные модели, которые можно использовать, организации. Вот есть одна из таких классических базовых моделей, это я вам сейчас покажу. Это у нас с вами парад градусников разных, да? Значит, это цикл развития организации Палеону Данко, организация, которая предполагает, что существуют некоторые этапы, которые проходит организация от тяжелой работы до ситуации, когда мы почти упакованы и живем на лаврах, после которой фактически мы должны сказать, что организация заканчивает свою жизнь, либо она должна каким-то образом переупаковаться и должна начать двигаться дальше. Вот примерно о чем идет речь, что в самом начале организации, как живого организма, есть некая тяжелая работа, которая предполагает ненормированность, перебор тех или иных тем и усилий. Мы пытаемся расти в разные стороны, такая клякса, которая в разные стороны развивается. И при этом это одно из самых счастливых времен, когда все занимаются чистым творчеством. Затем ситуация становится более благоприятной, ресурсные центры закрепляются в системе поддержки, некоммерческих организаций и услуг для организаций. И начинается период, который называется создание мифов. Это ситуация, при которой мы создаем некие тексты, позволяющие вести в должность, некоторые тексты, которыми мы объясняем, чем мы занимаемся, будет ли это говорение, или будут ли это правила, процедуры и так далее, и так далее. Это вот то, что называется периодом создания мифов. Формируется то, что можно назвать внутрифирменной корпоративной культурой, четкой организационной структурой, какие-то процессы и процедуры. При этом вы скажете, хорошо, это как будто про большую корпорацию. Да нет, даже если в организации «Три сестры и дядя Ваня», они именно в этот момент распределяют между собой обязанности. Кто-то отвечает за бухгалтерию, кто-то отвечает на телефонные звонки. Это и есть первые элементы организационной структуры и процессов. И формализуются процессы и процедуры. Затем возникает стадия комфорта, когда мы получаем какие-то заказы, к нам приходят люди-организации, обращения. Есть механизм функционирования, но это уже начало конца. И если мы понимаем, что жизнь строится по принципу, каждый вчерашний день – это уже прожитый день, а будущее – это ни в каких форматах неповторенное прошлое и настоящее, то в этой ситуации понятно совершенно, что любой элемент комфорта – это одновременно режим застоя и стагнации. И либо мы дальше уходим, ну то есть организация еще по-прежнему существует, как пустопорожные оболочки, в ней как-то передвигаются сухим треском, сталкиваясь с лбами сотрудники. Но это организация, которая доживает свои дни. И для того, чтобы продолжалось развитие, необходим новый этап тяжелой работы. Я очень люблю тяжелую работу, меня она не пугает, надеюсь, вы тоже. В этом смысле модель, которую в данном случае я вам предлагаю потом изучить самим, она говорит о следующем. Стабильность – это временное состояние. Тяжелая работа, то есть целенаправленные изменения – это устойчивая жизнь организации, это необходимость. Причем тяжелую тяжесть работы вы можете каждый раз воспринимать по-разному, превращая ее в творческие процессы, выделяя элементы стабильности, элементы изменений и так далее. Но в целом мы должны понимать, что работа – это работа. И исходя из того, о чем говорит в данном случае эта модель, этот градусник, который мы используем, чрезвычайно важна роль объяснения, чем занимается организация, как люди двигаются по отношению друг к другу и так далее. Это истории, образы и метафоры деятельности. Я бы хотела обратить внимание, я уже слышала частично, о чем шла речь до этого, что метафоры деятельности, как нас отличают друг от друга, это очень важная вещь. Именно поэтому искусство быть занимательным – это просто вежливость руководителя ресурсного центра по отношению к некоммерческим организациям, с которыми он работает. Но есть еще вот такой градусник, я не буду про него сильно рассказывать. Он говорит о том, что организация раз за разом делает одну простую вещь. Она занимается тем, что переходит от хаоса к некоторому устойчивому развитию этапами друг за другом. Сначала все любят всех, потом возникают элементы конвейера или передачи друг другу каких-то видов работ, потом возникает внутренняя предприимчивость или внутреннее предпринимательство, а может и не возникнуть. А потом мы включаемся в менеджмент качества, которое ни при каких обстоятельствах не воспринимается как совокупность должностных инструкций и административных регламентов. Менеджмент качества – это когда мы понимаем, что что бы мы ни сделали, оно должно не начинаться снова с конструирования на коленке, то есть оно должно на что-нибудь опираться в нашей жизни. С другой стороны, мы понимаем, что если мы столкнулись с какой-то проблемой или решили какую-то проблему, лучше это тоже включить в инструментарии своей деятельности, поэтому там есть корректирующие действия. Как мы поступаем в случае, когда этот поставщик нам не понравился? Что мы делаем в ситуации, когда нас обманул наш собственный клиент, некоммерческая организация, которые обещали одно, сделали совсем другое? Это и есть то, что включается в менеджмент качества. Такой элемент тоже возможен. Вот у нас есть еще один из элементов. Мне он тоже нравится. Это этапы развития и кризиса роста организации по Грейнеру. Они говорят вот о чем. Организация движется от кризиса к кризису. Вот если вы посмотрите на вот эту вот замечательную кракозябру, которая у нас справа, то мы обнаружим, каким образом растет организация. Вот она сначала растет через творчество, потом она усиливается, чтобы быть определенной. Потом становится понятно, что необходимо определить какие-то элементы, за которые отвечают отдельные составляющие этой организации делегирования. Потом выясняется, что необходимо соединить между собой тех, кто заотвечался только за одно составляющее. Это вот как раз кризис контроля. Это вот к пуговицам есть претензии или нет? А потом уже, когда возникает живая организация, при которой не просто старшие покуда пошлют, а такая как кубик-рубик организация, где рост через сотрудничество, и там снова отдельный кризис. Соответственно, кризисы возникают из-за того, что мы с одной стороны растем как организация. Это вот у нас ось ординат. Вот это то, что у нас вверх стремится. Просто объем организации увеличивается. Даже если в ней не увеличится количество сотрудников, рост организации – это увеличение организованности внутри организации. И мы взрослеем как организации, становимся просто старше предпенсионерами и так далее. И обязательно возникают кризисы. Вот давайте на каком-нибудь примере рассмотрим. Я решила, что вот этот этап роста через делегирование – это когда внутри организации возникает устойчивое понимание, кто чем должен заниматься, и руководитель организации не все через себя перепускает, а говорит, окей, вот вы, команда, вы можете готовить семинар, а вы, например, будете отвечать за то, чтобы организовать консультирование коммерческих организаций и так далее. Значит, появляются, условно говоря, отдельные подразделения. Поскольку сами некоммерческие организации, ресурсные центры – это не крупные корпорации с шестью линиями и центрами послепродажного обслуживания, просто в данном случае нужно иметь в виду, что у нас всегда есть устойчивые команды и процессы, которые в управлении называются стратегические зоны хозяйствования, которые мы наделяем известной самостоятельностью. И, соответственно, через делегирование полномочий и ответственности возникает дополнительный мотив. То есть человек не просто пришел в организацию работать не потому, что он спасает мир, а еще и потому, что он хотел бы применить какие-нибудь свои навыки. Он начинает писать пресс-релизы, потому что он умеет объяснять. Он начинает работать с людьми, потому что он умеет понимать, что им нужно и так далее. Вот это делегирование полномочий «Право на ошибку» – оно прямо вот тут возникает. Это дополнительный мотив. Соответственно, там может возникать и кризис делегирования внутри. И возникает следующая ситуация. Прямо внутри этого процесса нашей организации, когда руководитель организации в какой-то момент ощущает потерю контроля на организации в целом. Такое ощущение, что она живет в своей отдельной от них жизни. И основной вопрос, который возникает у руководителя организации, не коммерческая ли это организация, любая другая организация, ресурсный центр, когда он приходит, он обводит всех тяжелым взглядом. И есть такой один из проклятых вопросов в российской культуре, современной, помимо что делать, кто виноват, с чего начать, это вопрос, кто все эти люди. Вот он обводит всех и думает, вот это люди, чем они занимаются. И у него возникает подозрение, что это только один, я тяжело работаю. А все остальные на самом деле в это время тихо балду пинают. Вот это как раз вопрос, связанный с потерями над организацией в целом. И есть такое ощущение, что специалисты на местах, как это называют линейные управленцы, ну или человек-координатор конкретного проекта, человек, отвечающий за офис и так далее, за сайт, например, они тратят больше времени и ресурсов на достижение цели своего проекта подразделения, выращивают эти самые пуговицы, к которым нет претензий, даже если идет разрез с общими целями организации. И возникает такое глухое раздражение, и наступает кризис контроля, в который разрешается развитием программ координации, когда у нас возникают заново, прошиваются горизонтальные связи, как связаны между собой координаторы и команда отдельного проекта с тем, как работает сайт, как связаны между собой все это вместе с тем, как работает офис и так далее. Таким образом, решение проблемы координации различных направлений в рамках этой модели или этого этапа заключается в том, что у нас помимо делегирования, когда возникает вот этот рост делегирования, возникают отдельные подразделения, отдельные сотрудники, которые в известной мере автономны и самостоятельны, и возникает кризис, к которому мы подходим внутри этого этапа, кризис контроля, программа координации, которая должна вообще-то вести не к тому, что мы снова всех слепляем в куче, а в том, что мы начинаем сознательно и серьезно относиться к энтузиазму автономии, потому что люди, имеющие право на ошибки и отвечающие за что-то, в том числе в полном цикле, сами заинтересованы в том, чтобы усилить себя за счет специалиста внешнего и так далее. И вот у нас в офисе, например, в центре грани, значит, есть такой клич «свободная касса». Это когда кто-нибудь из экспертов, специалистов, которые в настоящий момент видят, как все тяжело что-то такое ваяют вместе, поднимают глаза и говорят, «Вы знаете, у меня есть 20 минут времени, свободная касса, кому помочь?» Это вот как раз переход к координации. Соответственно, основные идеи модели Грейнера, которые мы рассмотрели, о том, что источником роста является лидерство, делегирование и сотрудничество. Это те инструменты, с помощью которых мы можем настроить, это могут быть любые инструменты любого руководителя, с помощью которых мы можем настроить ситуацию внутри организации. И одновременно это градусник, по которому мы определяем, как называется то не так, по поводу чего у меня так страшно щемит сердце, и по поводу чего мне хочется в пятницу пораньше уйти с работы. Здесь есть противоречие основателя, держателя темы и управленца, организатора действий. Это классическая проблема, которая здесь рассмотрена достаточно широко, любой организации. Кто прав? Тот, кто лучше всего понимает, что нужно бездомному, или тот, как понимает, как организовать действия, чтобы бездомному оказывалась помощь не только сегодня, еще завтра, послезавтра и так далее. И обязательно это сопровождается кризисами роста, это стандартный вариант. Если организация развивается, то, переходя от роста творчества и так далее, к делегированию, она растет и в этом самом всегда сопровождается в своем росте, сопровождается кризисами. Давайте по этому поводу прямо здесь посмотрим на содержательную вещь. Почему вообще, говоря, возникают кризисы некоммерческой организации? А вообще кризисы даны управленцу и специалисту в некоммерческой организации в ресурсном центре, чтобы почувствовать себя живыми. Я в этом абсолютно уверена. Соответственно, это очень важно, что они возникают. И вот в зависимости, они могут быть разные, они возникают в зависимости от этапов жизненного цикла организации. Если ваша организация живет, то в ней будут возникать кризисы. А кризисы не питаются кровью младенцев. Кризисы – это одновременно возможность, одновременно способ, еще раз говорю, нам почувствовать живым, а нашей организации каким-то образом измениться, потому что наши изменения – это и есть основной ресурс, с помощью которого мы можем что-то делать в этой жизни. Вот мы не можем почти никогда изменить губернатора, еще более сложно изменить президента, но и свои, собственно, изменения мы можем как минимум попытаться проделать. И это и есть то, с помощью чего мы меняем мир. Так вот, это изучает дисциплину управления изменениями, уважаемые друзья, коллеги, ребята. Все, что я могу сказать, что есть такие вещи, которые нужно сначала почитать, послушать и так далее, в том числе посмотреть, как это выглядит в некоммерческой деятельности. Я хотела бы сказать, что у нас центр грани просто в этом смысле обладает огромным количеством специально разработанных для ресурсных центров или для НКО всяких аналитических презентаций и так далее, и так далее, в которых объясняется, в том числе, как можно заниматься управлением изменениями. Есть еще кризисы, которые связаны с внешними факторами. Ну вот мы сейчас с этим столкнулись. Это пандемия, это изменение норм. Ну, например, вот были некоммерческие организации, стали социально ориентированы, среди них выделились еще те, которые исполнили общественно полезных услуг. Теперь к нам есть требования трудовой инспекции и так далее, и так далее. Это изменение норм. Возможно, появление новой технологии. Сколько бы мы ни говорили, что человеческая душа требует обучать взрослого, когда он видит напрямую и может задать вопросы глаза того, с кем он общается, но, как выяснилось, технология, связанная с онлайн всякими процедурами и воздействиями, должна быть нами теперь учтена, потому что в некоторых случаях это и есть вариант того, из-за чего должна измениться наша организация. Зачем слушать меня про управление изменениями или, допустим, меня по поводу институтов преступления и наказания, когда вы можете включить YouTube и послушать Аузану. Такая технология есть, мы должны понимать, что из-за этого тоже возникает кризис. Есть связь с внутренними событиями, ушел ключевой сотрудник, отказал от взаимодействия, постоянные партнеры и так далее, и так далее, и так далее. Это вроде как бы внешняя среда для организации, но все-таки я хотела бы обратить ваше внимание, что это двоюродным образом связано с тем, как организация развивается в жизни и на каком этапе жизненного цикла она находится и как она с этим справляется. И есть проявившиеся конфликты, особенно в деструктивной форме, которые возникают как кризисы, и они касаются не только деятельности организации жизненных циклов, но иногда связаны с совершенно другими процессами. Например, человек-замечательный управленец, просто он тупой с точки зрения эмпатии, он не понимает, почему люди так поступают, он уверен, что все должны поступать, так как это написано в управленческих, университетских дисциплинах. И у нас возникает с вами конфликт. Таким образом, у нас возникают кризисы в НКО. Мы иногда, у нас не хватает темперамента очень сильно и долго разбираться, почему для человека важно то, что он говорит, с эмпатией, например, проблем. Но этапы жизненного цикла организации, которые мы как руководители можем освоить сами по себе, уже являются подспорьем, чтобы все не развалилось совсем. Соответственно, когда у нас с вами возникают кризисы, а я, как уже сказала, вот предыдущая модель жизни организации, это путь от кризиса к кризису. То что можно сделать с кризисами? Поскольку, как я понимаю, просто говорение красивое про то, что вы, ребята, вот на такие модели посмотрите, оно все равно задает вопрос, а делать-то что? Значит, что мы можем делать? Мы можем предвидеть, анализировать, снижать последствия, использовать для развития. Вот фактически все инструменты, которые у нас есть. Значит, соответственно, проблему можно предвидеть, ожидать и вызывать. Что такое вызывать проблему? Вы говорите, да нет, ее нужно как можно более отодвигать. Не соглашусь с вами, потому что я знаю большое количество организаций, которые, например, берут и соединяют большое количество значимых мероприятий в одну неделю, потому что они вызывают проблему таким образом, что это гипермега стимулирует в всю команду организаций, всех окружающих партнеров и так далее, и так далее. Это проблема, которую мы вызвали. Мы можем их предвидеть, и иногда стоит, имеет смысл потратить не просто на позиционирование себя, при всем уважении к позиционированию, не только к пониманию, как я дожил до жизни такой, а все-таки попытаться понять, что реально может случиться, и что случится, если это случится. И все знают этот инструмент управления рисками, при которых мы все расписываем, это важное, не очень важное и так далее, и насколько разрушительным для организации, и насколько вероятно, что такая ситуация может случиться. Выбираем те поля, на которые мы можем воздействовать, и дальше что мы делаем? Мы можем подготовиться к этому, мы можем их смягчать за счет того, что придумаем какие-нибудь балансирующие механизмы, я еще специально про это поговорю, но одна простая вещь, вы же совершенно реально понимаете, и про это шел разговор, шла речь на предыдущих наших сессиях, ну, например, вам край, как обратились некоммерческие организации, которым почему-то нужно посчитать, сколько будут стоить их услуги. У вас возник кризис, связанный с тем, что запрос есть, а сотрудника, который этим занимается, нет, или он ушел. Как вы можете смягчать, а вот до этого рассказывали про то, как ресурсные центры могут объединяться друг с другом, инструмент объединения, создание внутри скорой помощи, которая могла бы помочь друг другу, это как раз то, что может смягчать наш кризис, или может уменьшать его последствия и так далее. При этом управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусства, поскольку у нас с вами именно тот блок, который касается именно искусства управления, я хотела бы сказать, что это невероятное, я вот испытываю невероятное удовольствие, когда занимаюсь тем, что пытаюсь узнать что-нибудь новое, специальное о том, как управлять людьми, мне очень нравится управлять людьми, я ими управляю всегда, я вот ровно тот человек, который от октябряцкой звездочки до куда бы я ни пришла, я всем начинаю управлять, потому что я таким образом живу, меня так мир устроен. Соответственно, особые подходы, специальные знания, опыт и искусство в разных компетенциях, в разных пропорциях, он все равно должен быть. Кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми, ну вот, например, сейчас что мы сделали в условиях кризиса? Мы диверсифицировали нашу деятельность, мы отправили частично людей работать из дома, мы пересмотрели, называется управление по приоритетам, пересмотрели, что вот прям край, как важно делать сейчас, а по поводу чего нужно затаиться и подумать, потому что последствия непродуманного суечения много будут страшнее, чем последствия замедления какой-то деятельности и так далее. Это что мы делаем? Мы с вами фактически управляем так или иначе кризисом, но при этом мы понимаем, что нужны специальные знания, я вас отошла просто к соответствующей литературе, либо, если вам интересно, у нас есть такая специальная презентация, вы можете у нас ее запросить, в конце у меня будут наши данные про антикризисное управление в деятельности ресурсного центра и про антикризисное управление в НКО. И, наконец, управлять процессами выхода из кризиса, оно способно ускорять эти процессы и минимизировать их последствия. То есть выход из кризиса это просто отдельная большая штука, которой необходимо заниматься, потому что нельзя просто вчера быть в кризис, сегодня проснуться и все снова прекрасно мне, я высокая длинноногая блондинка, мне 18 лет, и я только собираюсь первый раз в жизни влюбиться, или второй раз в жизни влюбиться, так не бывает никогда. Процесс выхода из кризиса предполагает, что это сам по себе шлюз. Всегда искусство управления, это понимание, что этапы жизненного цикла организации, это не только ступеньки, это еще, поскольку разные ресурсы важны, в одном случае нам важно, например, чтобы люди умели между собой договариваться, а во втором, на следующем этапе нам нужно, чтобы они могли друг друга контролировать, в одном случае доверие, в другом случае контроль, как элементы сравнения с нормой. И, соответственно, у нас в этом случае, условно говоря, один процент кислорода, а в этой камере другой процент кислорода. И всегда должен быть шлюз, какой-то процесс, который выравнивает это взаимодействие друг с другом. Это называется выход из кризиса, потому что понимание того, что, о, елки-маталки, вот именно сейчас нам нужно начать друг другу чуть-чуть не доверять, а что-то проверять, это и есть элемент кризиса, который мы будем потом выходить из которого мы будем. Вот есть еще одна замечательная штука, которая мне чрезвычайно нравится. Она называется код одизиса. Такая ситуация, значит, это что такое? Это модель одизиса очень известная, связанная с этапами жизненного цикла организации. И если кто-то встречал, это все циклы, через которые может пройти организация, касаясь ее смерти, потому что нормальное, правильное закрытие организации по правилам, это тоже очень хорошая модель жизненного цикла организации. Организация, которая закрывается по каким-то причинам, должна оставить за собой мифы и легенды, должна сделать доступными свои разработанные продукты, должна передать кому-то своих волонтеров, должна сохранить о себе память, должна сгрузить все на Ной в ковчег, в архив и отправить куда-то и так далее, и так далее. Это то, что говорит о том, что и смерть, это тоже управляемый этап жизненного цикла организации. Но в целом, там после каждого из этих этапов можно вернуться на предыдущий, предпредыдущий и так далее. Если кто-то видел, у нас есть такое известное исследование, которое называется «Портрет российского неполитического активизма», там мы в этих же, в этой же парадигме с помощью этой модели описали жизненный цикл развития любой инициативы. Вот, соответственно, все приблизительно уже теперь понимают, про что идет речь. И видите, я не случайно вам пытаюсь сказать, что жизнь организации это не просто медленное шествие, поезд Бухарец-Сина, если кто-то помнит, в безымянной звезде, которая как-то набирает ход и блестяще движется куда-то, что на каждом этапе организация, которая растет, сопровождается обязательно разнообразными кризисами. И эти кризисы могут в результате привести к тому, что на каждом этапе мы попадаем в разные ловушки. И вот, например, младенчество организации, собрались люди, они очень активные, они друг с другом готовы взаимодействовать, у них огромное количество проблем и так далее. Но если у них нет какого-то ресурса, хотя бы минимального, связанного с тем, что они должны о себе объявить, они должны где-то собраться, они должны, не знаю, иметь возможность чего-то где-то распечатать, серокопировать и так далее, и так далее, то в какой-то момент возникает детская смертность этой самой инициативы, она разваливается. И наши, кстати, ресурсные центры, в той части, в которой работают с инициативами, это как раз элемент стабильности. Именно мы и являемся тем якорем, вмещающей средой, зонтиком и площадкой, на которой они преодолевают частично вот эту детскую смертность, потому что именно к нам они приходят, у нас узнают, могут снять серокопии, а мы занимаемся тем, что как равный-равный мы дополнительно мотивируем, или как консалтинговая организация объясняем, что все не так страшно, можно сделать так-то и так-то, у тебя всегда вариант. Это вот фактически модель, которая используется и для того, чтобы наладить возможности деятельности ресурсного центра. фактически основное, на что обращает внимание Дизис, это клиентоориентированность и рыночный нюх, понимание, что вы можете действовать совершенно замечательно, но если вы производите, делаете нечто такое, что вокруг стало встречаться достаточно часто, и что кроме вас производит кто-то другой, и что нравится только вам, а другим уже не очень нравится, то это скорее всего некая проблема, с которой вы будете столкнуться, это будет неосуществленное предпринимательство, потому что вы плохо понимаете, а что сейчас можно делать. Вы по-прежнему уверены, что ну уж вы-то как минимум, не знаю, тренинг-то провести сможете. Да, вы сможете, но просто люди не ходят на тренинги, люди стали ходить на что-то другое, не знаю, им рассказывают истории и так далее. Там нужны организационные порядки. Вот эта вот идея, связанная с тем, что объем организованности внутри организации, даже с одного года существующие поодинаково называющиеся, он может быть разным. В некоторых случаях это такие конвенции, все друг другу доверяют и как-то само по себе все происходит. В некоторых случаях это прямо чек-листы. Проверь, когда ты идешь на семинар, что ты взял с собой удлинитель, и это есть в чек-листе, условно говоря. Разнообразные организационные порядки очень важны. Очень важны предприимчивость и творчество, баланс между организованностью и живой организацией, в которой очень важны творчество и очень важна возможность рискнуть, ошибиться, но попробовать что-нибудь новое. И атмосфера сотрудничества внутри, которая играет важную роль, когда мы используем такой градусник. Ну вот, возьмем пример этапа ранняя бюрократизация. Ой, прошу прощения. Очень часто есть проблема с этой ранняей бюрократизацией, связанная с тем, что акцент делается на том, кто. Кто это сделал? А не то, что нужно предпринять. И организация, прежде всего, когда начинается процесс ранняей бюрократизации, прежде всего стремится к тому, что давайте, если у нас возникла проблема, создадим еще одни дополнительные должностные инструкции. Это как раз вопрос, к которому мы возвращались с самого начала. А что люди как-то так жили без должностных инструкций? Возможно, у нас нужны не должностные инструкции, а какие-то другие порядки. Решение, кто, никогда не эквивалентно решению, что делать. Назначение ответственного, кто за это будет отвечать, совершенно не означает, что ответственность будет реализована. И вот эта вот модель, о которой мы сейчас говорим, она позволяет с помощью разных технологий применить переход от кто к переходу что, когда мы понимаем, что это и есть основное болото, в который мы попадаем на этой стадии. Или, проще говоря, в тот момент, когда вы думаете, ну почему все вчера еще было хорошо, сегодня плохо, имеет смысл задуматься. Может быть, мы все время сейчас решаем проблему, но кто это сказал, кто виноват, вместо того, чтобы что делать. Когда процветают конфликты, выяснение отношений внутренней борьбы, ну понятно совершенно, все думают, что вот его-то забюрократили, а другой, вот, например, совершенно свободен. Давайте забюрократим его точно так же. С одной стороны, как человек, который является управленческим консультантом, а я такой по специальности по своей, конечно, очень хочется, чтобы у всего был четкий, совершенно порядок. Но мы же с вами совершенно точно понимаем, что сам по себе закон еще не делает нас законопослушными. И даже наказание делает нас законопослушными. Неотвратимость наказания, как говорят те, кто занимается институциональными институтами преступления и наказания, только она делает важным. Соответственно, крайне важно понимать, в какой момент выяснение отношений является принципом вот этого вот болота, в который мы попали от того, что мы не что-то делаем, а пытаемся наказать того, кто что-то сделал. Низок моральный дух, разнообразные представления о том, паранойя, это презумпция того, что вокруг одни враги. Никаких, я сейчас не испытываю никаких моделей к нашей стране, но хотела бы сказать, что прямо иногда просто просятся какие-то сравнения. И все внимание уделяется внутренней борьбе, общение с внешними клиентами рассматривается как неизбежное зло. Вот эта вот ситуация, при котором людям вдруг стало нелюбопытно, от чего, собственно, ждут от них окружающие. Потому что, вообще говоря, они и сами знают, что от них ждут окружающие, а самое главное, все окружающие вокруг, надо сказать, ну, как бы сказать, помягче. Не очень хорошо формулирующие свои проблемы люди. Мы вот с ресурсными центрами, когда разговариваем и обсуждаем вот эту проблему консультирования людей, которые приходят из некоммерческих организаций, есть такая модель, которая называется этапы жизненного цикла консультирования. Всего есть свои жизненные циклы, да, и там второй этап, это этап диагностики, потому что нужно это делать тоже с помощью специальных инструментов, потому что люди, как правило, приходят и говорят что-то типа доктор, у меня в подполе стук, скажите, от чего это и что с этим делать, какой стук, зачем стук и так далее, это ровно то, что предстоит выяснять. Так вот, этап ранней бюрократизации, я вам сказала о тех проблемах, которые могут возникать на этом этапе, проявления, которые нужно понимать, что происходит в этой ситуации и как из него выйти. И, соответственно, основные положения модели, которые нам очень важны, это организация как живой организм, то есть она просто изменяется, но бесполезно постоянно говорить подростку, как человеку, какого рожна, у тебя же только вчера был 37-й размер ноги, а теперь 39-й, потому что живой организм. Какого рожна говорить организации, почему нам вчера хватало двух пачек бумаги и теперь не хватает четырех пачек бумаги, потому что это живой организм. Либо вы подстраиваете его таким образом, что ему бумага становится в меньшей степени важна, либо вы понимаете, что это просто рост организации. И есть проблемы на любой стадии. Есть болезни роста, и организация их может перерасти. Кстати, Хотя она их может перерасти, как управленческий консультант, вам говорю. Иногда и потому, что люди в некоммерческой организации объединены мотивами. А они, вот как эта самая свободная касса, начинают вдруг действовать как командный механизм, даже в тот момент, когда они до этого поссорились, потому что вообще в некоммерческой организации приверженность организации, ее миссии важнее иногда, чем собственный комфорт. И поэтому организации некоммерческие очень часто могут перерасти какую-нибудь проблему, но при этом болезни роста все равно остаются. И есть организационные патологии, которые очень важны. Это необходимые специальные меры по преодолению этих организационных патологий. По поводу организационных патологий здесь не могу останавливаться, но хотела бы сказать, что, например, когда у вас есть постоянные маятниковые решения, решили, не выполнили, снова решили, не выполнили, вернулись обратно. Это одно из проблем организации, которые можно решить, вот используя, например, ту модель, о которой мы говорим. Ну так у нас возникает вопрос, если все время в переходе от этапа к этапу возникает кризис, то делать-то что? Если мы считаем, что самое главное, мы с вами поняли, что с помощью градусника можно померить, в чем состоит смысл того или иного содержания деятельности организации на начальном этапе, на каждом этапе, прошу прощения, его жизни. Я вам предъявила несколько градусников, с помощью которых вы можете это объяснять. Дальше у нас есть кризисы, которые обязательно возникают. Что нужно сделать в условиях кризиса, имея в виду, что кризис – это одновременная борьба между тем, что было вчера еще правильно, а сегодня же не до конца правильно, и новым, который должен сейчас пробиваться, а все вокруг сопротивляется тому, чтобы это новое пробивалось. Проще говоря, как сделать так, чтобы все шло как надо или ничто не шло как не надо. У нас есть несколько технологий. Это мобильность и динамичность в использовании ресурсов. Вот это наша вчерашняя мантра, связанная с тем, что в организации должны быть офис с туалетом, кофейные комнаты и так далее, и так далее. И только что показал нам сейчас, что это не является ключевыми ресурсами, потому что некоммерческие организации, как мы выяснили, могут работать и без этого ресурса, и в дальнейшем, вполне возможно, очень сэкономят на своих собственных офисах. Нужно управлять по приоритетам. Это одно из самых важных качеств менеджера. Что для вас важнее? Например, когда вы управляете проектом. Время или сдержки? Есть ситуации, когда нужно бросить все, что необходимо, потому что время – критический ресурс. Есть возможность потянуть время, сделав паузы, и при этом добиться нормальных результатов. Это и есть управление по приоритетам. Одновременно и то, и другое сделать нельзя. Повышенная чуткость ко времени вообще в условиях кризиса – это классическая вещь, которая необходима должна быть, и действия по динамике ситуации. И выбор альтернатив. Я всегда говорю руководителям, что есть выбор альтернативы. Даже когда вы платите налоги, вы можете не платить налоги, но посчитать, что вы просто взяли такой у государства, условно говоря, кредит под очень, кстати, низкий процент, и просто посчитать, в какой момент вы вернетесь к уплате налоги со всеми пенями. Не надо с этим, понятно, затягивать, но все-таки смысл имеется. Соответственно, что можно усилить при проживании кризиса? Что нас усиливает? Потенциал организации – это три ключевых, можно. Коммуникации, стратегические союзы, увеличение воздействия. Стратегические союзы – это в том числе кооперация, ассоциации и так далее, и так далее. Управление проектом привлечения ресурсов, под них способы снижения риска, распределение, разделение с кем-нибудь, страхование, в случае чего, если что-то случится, мы можем для этого использовать те ресурсы, которые мы специально сейчас сложили. И резервирование ресурсов на то, что кризис не преодолеть, но у нас есть что-то, чем можно будет залить потом вот попелище, в которое мы попали. Нужны анализ компенсации резервы ресурсов. То есть, проще говоря, всегда нужно понимать, что если у нас какая-то работа есть в чувствительных и рискованных сферах, то мы всегда можем это чем-то сбалансировать. Что такое компенсация? Это, например, находящийся в доступности другой офис или, там, не знаю, человек, который может вам помочь, или компенсатором является, а зато мы хорошо, плюнули на все, все потрудились серьезно, жестко и так далее, а потом собрались все вместе и пошли, как у нас в территории передышки, помогать бездомным и сразу вспомнили себя нестрадающими, столь упоительными. И нужно есть в операциональном плане любой организации, в том числе мы в свое время с руководителями ресурсных центров, у нас было такое специальное обучение по операциональному плану. Нужно выявлять недобросовестных поставщиков, выявлять и уменьшать в организации процессы людей и темы, на которых мы постоянно теряем время, деньги и репутацию. А что это может быть? Человек, который приходит к вам и начинает жаловаться от революции 17-го года до 91-го, 93-го и сейчас, как вообще в этой стране все устроено плохо. Ну, то есть, в принципе, это нормальная ситуация, вы можете с ним долго разговаривать, но если вам становится понятно, что времени тратится на это очень много, вы должны предпринять специальные действия, отобразив его как недобросовестного человека для вашей организации, хотя он может быть вполне милейший. Ну и, наконец, есть еще такой аспект изменения жизненного цикла организации, это когда многофункциональный центр, ресурсный центр увеличивает этапы присоединения своих новых услуг, про это я говорил Наташа Каминарская, еще кто-то говорил про комплексные центры. И таким образом жизненный цикл организации выглядит как непрерывное наращивание портфеля продуктов, что, как мне кажется, очень важно. И последнее, что я успеваю сейчас сказать, еще есть инновационные организации, у нас есть целый проект, который называется «Пространство решений», зайдите к нам на сайт, обратите внимание, там огромное количество разработок по этому поводу. Есть инновации в управлении, мы все время говорим про agile организации, еще какие-нибудь организации, а вот есть еще один подход, который называется teaming как командное взаимодействие. Это особые команды, которые работают уже не просто как гребница, они работают как самосборка, они нестабильны по составу времени нахождения, и сама нестабильность является в широком смысле ресурсом этой организации. Это постоянные эксперименты права на ошибку и задачи, которые решаются быстро и эффективно с использованием ресурсов, находящихся под чужим контролем, не под вашим. Соответственно, на все это стоит обращать внимание. Посмотрите внимательно на наши данные, по поводу чего вы можете к нам обращаться, и я готова ответить, возвращаясь к вам на ваши вопросы. Светлана, спасибо вам за выступление. Вы так увлекли наших слушателей, что кроме позитивных комментариев, вопросительных комментариях нет. Но я зачитаю один позитивный, и звучит он так. Светлана Геннадьевна, ваш сегодняшний стиль подачи очень мне импонирует. Да, понятно. Хорошо. Кстати, это к вопросу, давайте мы связываем стиль подачи к вопросу о том, как это выглядит, связанно с жизненным циклом организации. Вот смотрите, какая штука. Вот у нас, как у руководителей, есть свои сильные стороны. Ну, например, вот понятно же, что есть там, например, люди, бывают аналитики, бывают люди, которые просто очень хорошо коммуницируют и рассказывают про свой опыт так, что это пальчики оближут. Бывают люди, которые являются референтами в основе. Любой материал могут взять и переделать для некоммерческой организации и так далее. Такое все понятно. Но вместе с тем в какой-то момент нам нужно понимать, как бы это, вот как брошка, которая идет к платью. Идем ли мы своей собственной организации в этапе жизненного цикла? Потому что, с одной стороны, мы ключевой ресурс, который крайне важно не потерять и использовать. Именно поэтому перестаньте считать количество денег на такси или сколько у вас пачек осталось в бумаге. Ваше время самое дорогое в организации. Но при этом нужно совершенно точно понимать, что мы должны как-то поменяться. Мы должны меняться таким образом, чтобы, будучи фронтменом организации, мы увеличивали количество других фронтменов, которые бы делали чуть-чуть более балансирующим нынешнее состояние организации, не то, которое было. То есть в этом смысле, если кто-то знает центра грани, мы тащим огромное количество экспертов, которые на разных площадках работают. Это мне нужно для того, чтобы то, через что мы прошли как организация, наша многофункциональность не упиралась в жесткость и такую менеджериальность Маковецкой с ее политическими пристрастиями. Это создает, это постоянная рефлексия, самоограничение, которое заставляет нас иметь отношение к жизненному циклу организации, к пониманию того, что мы не равны организации, организация не равна нам, но есть усилия, которые мы должны лично предпринять, чтобы организации образ, имидж и репутация организации была реально такой, какая она есть в настоящий момент. Спасибо.